всем привет друзья сегодня я хотел вам представить обзор на новинку модель под номером 35101 это у нас бронетранспортер ганамак первое что мы видим это у нас красочный бокс арт у нас ждет коробка из плотного кофре картона далее мы открываем нашу коробку видим пакет с лепестками ганамак это основной бронетранспортер был немецкий на всем периоде великой отечественной войны он исполнился во всех на всех участках боевых действий вот наши декали декали выполнены на новой бумаге ганамак у нас мало участие на всех носить территории все его действия как я уже стал был основным ранее транспортером германии был он не только применялся для транспортировки мотопехоты также он буксировал тяжелое вооружение также он был как санитарным использовался модификации и еще были штабные ганамаги теперь давайте покажу инструкцию номера красок которые компания 7 предлагает для окраски данной модели думаю они вам потребуются при покупке модели инструкция у нас выполнена из формата 4 из бумаги глянцевого и матового первое что у нас здесь мы видим техническое описание далее у нас обзор литников и у нас уже присутствуют не используемые литники поэтому я так думаю что нас будут ждать другие модификации данного бронетранспортера инструкция как всегда у компания 7 подробно и проблем при сборке никогда не возникало также как я вижу у нас наборе детализированный двигатель идет и это очень приятно потому что любителям диорам можно сделать что-то типа что-нибудь ремонта двигателя или что-то подобное также хочу обратить внимание что так как модель данным но вообще прототип что ли правильно сказать он идет у нас по сути с открытой частью то бишь у нас все внутренности видно поэтому компания 7 сделала у нас детализированы все внутренности то есть у нас присутствует приборная доска приборная панель все приборы ну судя по инструкции думал на линии как выглядит то же самое также присутствует всякие мелочевки там скатки и прочее 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 тут у нас сидушки пулемет в наборе есть канистры сборка еще раз скажу показано очень подробно каждый шаг описан подробно поэтому снижать проблем при сборке у вас не должно быть сборка у нас катков установка и получается в окончании у нас предлагается тусеничная лента она у нас в наборе винила и вот наша окончательная 3d модель и вариант окраска на четыре варианта это у нас франция мая 40 греция мая 41 россия июль 41 россия ноябрь 41 года давайте друзья теперь посмотрите наше не а а а а а а а Вот наши линейки. Давайте начнём вот с резиновых. Сидёшь от ручки и две гусеничные лянки. Так, хочу обратить Ваше внимание на гусеницы. Гусеницы достаточно детализированные и поэтому они в качестве отливки хорошие. Давайте я вам покажу, попробую. Камера резкость не наведёт. Не, не наведёт. Ну, поверьте мне на слово, друзья. Деталировка хорошая у гусеницы. Интересная, всё сделано и отлиты хорошо. Также у нас покрышки. Покрышки отлиты без каких-либо смещений. Всё хорошо сделано и отличненько. Ну, а следующая линейка – это у нас детали уже с самой моделью кузова. На мелкие детали всё чисто, так же, как и на крупных. Так, толкатель внутренних частях элементов. Также присутствуют на линейках мелкие детали, крупные. И всё сделано отлично. Дефектов или каких-либо. Так, облой нет, дефектов нет. Следующий линейк. Абсолютно идентичный предыдущему. Толкатель внутренних частях элементов. Так, тут всё хорошо и чисто. Следующий линейк. Так, я так понимаю, это что-то типа радиостанции. То есть, тут пролито всё так же хорошо. Все тумблерочки, всё это видно. Также у нас присутствует в наборе антенна. Антенна пролита замечательно. Тут небольшой есть дефектик с лопатой. И она немного в сторону смотрит. Но это мелочи при приклейке. Она встанет на своё место и будет смотреться хорошо. На мелких деталях всё пролито замечательно. В каких-либо дефектах не обнаружено. Давайте линейк с прозрачным пластиком посмотрим. Так, прозрачный пластик. Мне очень нравится. То есть, при чтении текста здесь, как я смотрю, каких-либо искажений нет. Он не мутный, не нормальный хороший пластик. И наш последний литник, это у нас верхняя и нижняя части корпуса. Так, хочу обратить внимание, тут сделано пол и сделано рифление. Рифление пролито хорошо. Вот так. Тут у нас радиатор имеет, ну как бы, отверстия, скорее всего, для радиатора, правильно сказать. Они пролито хорошо. То есть, всё это видно через них. Всё видно. Так, пластик всё по пластику, всё замечательно. Ну вот и, друзья, и закончим обзор данной модели. Если вы задумывались о приобретении Ганамага, то я бы вам хотел предложить это от компании A7. Так как, мне кажется, сейчас это отличная модель по отличной цене. Друзья, на этом я завершу обзор. Всем спасибо за внимание. Всем пока.